дорогие друзья уважаемые трейдеры всех приветствую с вами педором рауфи и вы смотрите ежедневно обзор рынка в течение этой программы мы разберем что будет на рынках что на форекс рынке что на фондовом рынке и что на рынке криптовалют происходит разберем основные инструменты которые на наших платформах существуют присутствует и которым вы можете торговать опять же мы в конце еще разберем техническую картину каждого инструмента на платформе это трейдер вот поэтому посмотрите до конца там в конце криптовалюта тоже будет в целом по поводу этой недели по поводу новостей вы наверное более-менее в курсе если слушаете новости или же смотрит наши обзоры по поводу разорения одной очень большой компании evergrade который работал в сфере ну и работает когда в сфере недвижимости вот и разорение сильного роста их него долга который привел потому что это очень сильный коллапс который говорят что может даже повлиять на курс стейбл коинов в том числе то есть это вопрос не только фондового рынка еще и криптовалюта и немножко сейчас получается такая ситуация что и криптовалюта немножко тоже стала показать точно такой же негативный эффект то есть такой же также негативно переживать это все как и фондовый рынок причем потому что после разорения этой компании по поводу говорили о том что эта тенденция может распространяться на весь мир и перед тем что глобальная экономика может войти в рецессию опять же американская экономика особо эту рецессию той толком не показывает пока они не останавливают стимулы то есть одобрение стимулов и как они будут их останавливать в ближайшее время я сам не представляю сегодня у нас заседание фарс и заседание фарс может закончиться тем что они якобы будут повышать процент на ставки хотя бы кратко срочно либо же намекать на то что они будут это делать в ближайшее время но если есть такие даже подозрения о том что вроде записали об этом я просто перелистал сегодня о том что они могут еще и начинать программу закупки облигаций а вы же понимаете что все это приведет потому что доллар будет все равно укрепляться дальше несмотря на вот этого недавнего красивого восстановления саби 500 и должен сегодня в экономическом календаре можно увидеть вот заседание 21 9 часов вечера по смск извините и там и заседание там заявление там и заявление по поводу процентной ставки которые показывают что неизменная да якобы но они в любом могут намекать на то что друзья инфляция больше чем мы думали поэтому процент ставку кратко срочно хотя бы мы будем вылечивать такая ситуация будет еще хорошо помочь доллар США в том плане чтобы она продлила свой чтобы он продлил свой рост и на дневном графике индекса доллара кстати ситуация может уже как бы не очень красиво смотрится из-за некоторого остановления до роста был установлен некоторые никого а 100 никого остановка роста то есть там получается на дневном графике но на часовом по факту тут мы видим что есть вероятность импульса и восходящего также насходящего опять же из-за того что в целом сегодня мы ждем то есть большинство жду что фрс скажет наверное будем повышать процентную ставку ну или же закупать за покупкой облигаций и так далее скорее всего мы ждем роста с одной стороны это опять же коротко срок не долгосрок но в самом на дневном графике на дневном таймфрейме индекс доллара не очень-то их хорошо смотрится потому что она по факту сделала остановку не добираясь до некого некого как бы ложного пробоя которое было то есть до него но можно его уже как бы считать наверное таким долгосрочным ложным пробоем который потому что ценам доллар можно развернуться в средний срок вниз то есть имейте ввиду что на дневном графике есть определенно такое сопротивление который сейчас тестируется по доллару здесь и вот именно вот уровень в котором на котором мы находимся 93 там 50 до 93 хорошо 93 50 а если мы над ней не укрепимся то ну это не очень хороши особенно если ближайшее время мы его протестируем там в течение дня до на часовом графике если мы протестируем там импульсивно сильно то ну там точно просто наверное ближайшее время не будет поэтому вот доллара сша можно немножко можно начать сомневаться с одной стороны причем потому что зачастую такие заседания такие вещи особенно с учетом политики джорома паула который не признают сильно большую инфляцию сильно большим сильно высоким сильно высокая самую инфляцию не признает высокой его называют временной и так далее и в целом политика демократов и их не их не подход к этому всему и можно насчет того что стимулов и буду тоже сокращать не особо не переживать почему потому что они еще даже не до конца до вакцинированы и ну опять же демократы это очень очень пушистые в том плане что могут продлевать помощь государственно все равно и это как бы не даст фондового рынка сильно упасть поэтому среднесрочная картина к сожалению для медведей фондового рынка и быков доллара может смотреться не очень хорошо еще раз обращаю ваше внимание несмотря на сегодняшнего заседания фрс имейте ввиду что может за этим импульсивным движением который будет сегодня произойдет определенное продолжение разворота то есть пазинка 500 и продолжился вверх а по доллару вниз потому что картинка на дневном графике не очень хорошая то есть это не очень не очень хорошо единственное что тут можно убедиться в том что данная отметка очень сильная то есть 93 там 9350 эти отметки очень сильно 93 по факту отметка но укрепление над ней это хорошо но ближайшее время скорее всего импульсивно будем подниматься до локального сопротивления как она уже показал и потом затем пуститься вниз поэтому исходя из этой общей корреляции после 500 по доллару и по доу джонсу можно по факту делал вывод о том что тут картина дальнейшего роста гораздо лучше и красивее смотрится если взять под у джонсу и по себе 500 тоже картинка последующего разворота да возможно это чересчур фантастично то о чем я сейчас говорю но имейте ввиду что тут поддержка по сэмпи линия тренда довольно долгосрочная скорее всего цене уже идут на то чтобы укрепиться над ними такая остановка и такая тень и здесь довольно хорошие признаки всему этом в общем по поводу фондового рынка доллара сша и по поводу сегодняшнего заседания фрс думаю более-менее наверное уже поняли что скорее всего движение тут из этого накопления скорее всего будет восходящий импульс затем вниз если мы увидим восходящий импульс который пойдет еще дальше не думаю на почве него лучше не покупать лучше покупки сейчас ставить и спекулятивным импульсом после того как спекулятивный импульс уже произошел я думаю уже посмотрели на этот импульс и закрыть покупки короткосрочные потому что в целом картинка по доллару просто из-за вот этого из этой остановки мне не нравится просто не очень сильно могу сказать что цена пойдет дальше вверх опять же может и пойдет до но если это одним импульсом произойдет то даже нас ждет последующие консолидации продолжение консолидации цены где-то все равно в районе 93 50 то есть 93 50 это очень очень сильная отметка больше него скорее всего восходящий импульс потому что накопление сейчас есть дальше нужно посмотреть сегодня будут новости в 9 часов в передверии этих новостей тоже цены могут еще продолжать накапливать энергию и так далее ведь себе хочет продлить кстати запускать количество смягчения несмотря на всего что они планировали там свернуть то помощь и так далее это имеется ввиду печатать деньги есть очень интересная новость по поводу айби эм о том что ее акции могут продолжать расти потому что они очень интересную инновацию предлагают в плане стресс стройки в плане производстве чипов микро чипов который по факту может переплюнуть всех других компаний китайских американских и так далее поэтому по поводу айби мы есть определенный позитив на дневном таймфрейме картина техническая смотрится хорошо то есть тут есть довольно хороший диапазон который скорее всего прорвется 132 там 130 130 давайте скажем что 28 и вот этот диапазон в районе этого диапазона скорее всего будут накопление произойти и затем могут цены развиваться вверху но что депута диапазон очень сильно зеркально попал да то есть поэтому имеете ввиду по поводу айбиема тоже есть такая новость опять же это имеется ввиду долгосрочные инвестиции они просто там будущем да то есть они среднесрочные инвестиции они просто там коротковременные спекуляции то скорее всего сейчас цена пойдет войдет в какую-нибудь там консолидацию будет немножко колебаться либо же протестировать эту отметку неоднократно то то есть там я сейчас находится в этой отметке 130 по поводу того что цены в целом со вчера вошли в определенную консолидацию мы еще вчера кстати говорили что цены пойдут в консолидацию и фондовый рынок пойдет в консолидацию и форекс пары идут в консолидацию потому что потому что так потому что после больших импульсов всегда цена войдет в консолидацию по поводу евро тоже очень красивый разворот от 1.17 поводу фунта очень довольно такой интересный ретест 1 3640 но ему довериться к сожалению невозможно с одной стороны с другой стороны на наборе таких таймфреймах как дневной тут уже есть якобы ложный пробой потому что ну красная свеча несмотря на пробои отметки все равно далеко особо не ушла и закрыть ну и закрылась по факту в районе самые отметки 1 3640 поэтому насколько можно ставить дальнейшее снижение я не знаю но все равно насчет покупок возможно тут нужно с такими довольно хорошими стопами на действовать потому что скорее всего цена развернется вверх под по фунту и по евро тоже ну вопреки всему всему что мы ожидаем сегодня то есть это фрс да все-все-все всех новостях чтобы были но они же должны сейчас увеличивать чтобы они должны вот сейчас прям уже сокращая там покупки активов просто уже не дать как говорится и то есть не дать фондовому рынку расти так сильно да то есть они прикрыть прикрыть закроют кран денежный вот должны же уже скоро должны вот когда это наступит несмотря на всему на всего этого все равно можем увидеть совсем как-то картину другого картину разворота вообще сегодня поэтому имейте ввиду это ну это очень свойственно особенно сегодня такие вещи и по фунту тоже и по евро тоже довольно красивый разворот 1 1714 прорывы дальше скорейся на 184 ближайшее время импульсивный ретест локальных минимумов очень вероятный то есть и по австралицу тоже локальной поддержки 72 30 может 1 72 30 может протестироваться но 70 психологическая отметка очень сильно психологическая метод которая здесь и она тоже может протестироваться в ближайшее время если импульсивно все это произойдет будет вообще круто если будет нисходящий импульс по всем этим парам и фунт евро австралиец новозеландец не приведет тому что и будет одновременно с ну конечно с восходящим импульсом доллара которые протестируют локального максимума то скорее всего затем у него этого разворота о котором вообще нельзя говорить да то есть табу сейчас говорит что доллар может развернуться фрэ же хочет там увеличивать ставку хотя и по прогнозам пишется что нет даже карта срочно они будут измениться то есть не будет меняться а со вчера мы по австралиц новозеландии что давали прогнозы со вчерашнего дня боковых все еще продолжается единственное что 133 новая отметка от которого лучше отталкиваются вчера мы отталкивались от отбоя от поддержки сейчас по факту если мы не укрепим санат 1 0 30 1 0 33 то но навряд ли дальше пойдем выше скорее всего цена может прижиматься к одну то есть даже пойти вниз вот это импульс очень сильный поэтому ближайшие же тест поддержки тоже берем в работу то есть поддержки но может привести к некой консолидации который будет просто застревать просто за просто цена будет нам застревать на некоторое время 1 0 3 1 0 3 0 1 0 3 10 вот фунт иена фунт иена кстати достаточно красиво отработал локальный минимум кодировки не пробивают сто сто пятьдесят вниз и дождаться или последующего разворота можно но опять же нужно дождаться то есть хороший боковек от которого можно отталкиваться и ставить стопы согласно вот предыдущему скажем локального минимума минимума котировки не пробивают сто сто пятьдесят вниз и это сам по себе создает довольно хорошую красивую картину среднесрочного такого ложного пробоя который здесь затем скорее всего и выше пойти но опять же имейте ввиду что то тут мы не должны закрепиться ниже вот этого окна по поводу фунт по поводу фунта я сам думаю что скорее всего тут может произойти какой-то там исходящий импульс но затем скорее всего цены будут укрепляться а фунт новозеландец тоже просили разобрать потом разбираем они все кстати в боковиках находятся в боковиках торговать очень просто очень хорошо и тут скорее всего разворота вверх с поддержкой можно ожидать со вчера мы как раз увидели разворот с локального сопротивления ну там чуть-чуть выросло амплитуда начало снижаться ну легко было бы догадаться что цена скорее всего хочет развернуться уже и не доходя до последующих последующего сопротивления по бокам развернулась даже если мы возьмем вот этого сопротивления без самого ближайшего ну это был довольно хороший сигнал по поводу защитных активов поводу золота по поводу серебра поводу платья мы тоже введем обзор если что золото со вчера он так и развернулся так и продолжает расти единственное что золото может расти на фоне неких опасений по поводу карантина поэтому эти все новости могут определенным образом помочь золоту расти дальше картинка долгосроки смотрится тоже довольно красиво отбой вот этот от поддержки кстати об о нем говорили что скорее все таки будет то есть отбой от этой поддержки произойдет нужно как бы не хотели поддавить на золото но все равно уже сезон карантина и статистика по ковиду будет увеличиваться дальше и это может поддержать золото поначалу очень хорошо на числом графике тоже она смотрится как будто прижимается к 1780 дальше если будет какой-то импульс то лучше забрать уже наверное забрать деньги и уйти а так после импульса скорее всего дождаться импульса восходящего и забрать потому что может делать некий некую консолидацию или же коррекцию серебро тоже поднимается но тут тоже есть вероятность импульса вверх на 15-минутном тайм-фрейме есть своего рода накопление тут есть кстати довольно такая зеркальная отметка над которой цена укрепляется якобы и в ближайшее время если мы увидим дальше укрепление над ней и же его импульсивного ретеста то скорее всего можно дальше и пойти выше но тут канал очень узкий и лучше перед любом восходящем движении прорыва максимума уже забрать и просто уходить по золоту и по серебру пока ну есть некоторые моменты риска которые просто связаны с ковидом из-за карантин и так далее они просто немножко подкачивают еще чуть-чуть защитные активы видим что платье на то же статье от 9 став все-таки развернуться вверх это был наш прогноз еще с двух недель назад с двух две недели ранее просили поводу платина платили мы сделали обзор по платинам то есть ну было договорилось что скорее всего нисходящее движение до 200 а затем разворот как дальше насколько сильно дальше может продолжать свое движение вверх я думаю что не сильно много будет ближайшее время восходящий импульс который кстати уже происходит папа то лучше забрать уже все и уходить от этой отметки можно получить разворот вниз это зеркальная достаточно отметка 960 еврофунт извините евро франк доллар франк и доллар иена защитные пары и случае если золото в целом под давлением и доллар тоже пойдет под давлением будет в целом тут можно ближайшее время дождаться по факту импульсивного роста этих этих пар евро и доллар и евро франка и доллар франка и доллар и иена но затем цены могут дальше опускаться вниз либо же консолидироваться просто потому что целом не смотрится хорошо доллар по всем этим активам он хорошо не смотрится то есть вероятность дальнейшего роста доллара ты с одной стороны под вопросом с другой стороны фондовый рынок если будет растить золото тоже может оказаться под давлением по факту просто потому что интерес пропадет а поэтому консолидация будущей консолидации продолжение консолидации этих всех трех пар больше смотрится консолидация юзи джей пивай еще дает какой-то диапазон для торговли но вот например на счет и usd франк и usd и евро франк тут диапазона особо сильного нету то есть тут можно на копейне продолжаться определенное время нефть от 70 отбился вверх как и говорили вчера но вчера кстати у меня был попыток открывать вот здесь до 70 и довольно хорошо кстати зашел этом по моему еще закрыл сразу же где-то несколько часов по факту единственное что сейчас выше можем не пойти по нефти сегодня есть статьи выход новостей по нефти в экономическом календаре релизы по нефти на который тоже стоит обращать внимание просто это недель недельные релизы и показано уменьшение дефицита запасов это ну как бы значит что их стало больше поэтому нет может даже не пойти по факту тут тоже своего рода такая зеркальная отметка 72 протестируется или нет я не знаю но цена может есть или амплитуду при дальнейшем развитии потерять очень сильно либо же очень импульсивно его протестировать это это они являются перезинок потому что сам должен развернуться потом конечно же тут доллар к доллар канадец тоже из сша тоже могут продолжать свою карту свою консолидацию потому что и доллар якобы может дальше не расти и это опять же под вопросом я просто не верю в том что фареста же сейчас сделать либо каким-то образом будет будут как-то какие-то там звучание ястреблю давать поэтому ну не всем новостям стоит верить то есть и жрать и ажиотаж новостной который создается просто на каналах с целью того чтобы тоже как бы по-своему как-то рынок возможно тенденцию на рынке менять но в этом не стоит верить по поводу есдекад конечно консолидация может продолжаться если не нефть будет расти если доллар не будет консолидация может продолжаться куда поводу есдекад поводу юзды джей пиво и юзды свечер и евро свечер они могут консолидацию еще продолжать потом по ним наверное все таки не невозможно ничего говорить о биткоине эфириум прорвали вчера так и ну было по факту сказано не очень хороши не очень хорошо смотрятся 40 тысяч по и биткойн еще протестировалась еще причем ниже цена зашла чтобы дальше я честно говоря не знаю такое по чуть-чуть потихоньку такое обновление минимумов происходит и но я не знаю поводу битвана даже даже в среднем сроке даже насчет ближайшего роста хотя бы до локальных сопротивлений я не уверен уже тут уже кстати он такая зеркальная отметка 45000 я не знаю до туда вы поднимемся или нет я думаю что навряд по поводу эфириума ситуация почти похоже и есть и не дай бог ближайшее время импульсивно протестируем 3100 кто-то признал того что цена скорее уже импульсивно поднимаемся имеете ввиду четырех часов это я показываю что мы уже импульсивно поднимаемся относительно поэтому ну ближе к этому сопротивлению скорее всего думаю ждем последующего снижения тоже некого укрепление есть она идет но сколько ее осталось запаса хода я не знаю честно говоря ближайшее время заберем конечно все и уходим потому что ну средний срок все равно они не смотрятся красиво не биткойн не фильм ты нет ответа который бы их поддержал дата 40 тысяч это психологическая отметка но все равно она может еще раз прорваться вниз причем глубоко друзья спасибо что посмотрели этот эфир надешел вам не надоел то есть и будут вопросы обязательно пишите в комментариях если есть какие-то активы которых я забыл разобрать тоже пишите укажите в комментариях очень интересный эфир выходит живые эфиры эфиры и лучше их не пропускать поэтому обязательно нажимайте на колокольчик чтобы быть в курсе и подписывайтесь на наш канал если оставляйте комментарии спасибо за время до следующего обзора до завтра всем хорошей дороге пока пока